Несмотря на отдаленность наступления пенсионного возраста, многие из нас начинают задумываться о том, как получить прибавку к пенсии. О том, что такое корпоративная пенсия и насколько она выгодна, мы расскажем в нашем новом видео. Что представляет собой корпоративная пенсия? Корпоративная пенсия основана на принципе долевого участия работника и компании в формировании негосударственной пенсии. То есть работодатель также перечисляет взносы на пенсионное обеспечение работника. Такие пенсионные схемы предлагают в основном крупные компании, например, Транснефть, РЖД, Газпром. Корпоративная пенсия никак не сказывается на размере государственной. Работодатель по-прежнему перечисляет обязательные страховые износы на ее формирование. Как формируется корпоративная пенсия? Корпоративная программа действует с участием негосударственных пенсионных фондов . В разных компаниях реализуются различные корпоративные программы. Все они основаны на одной из трех вариантов корпоративной схемы. Солидарная. В этом случае всю финансовую нагрузку берет на себя работодатель. Открывает солидарный счет, то есть общий счет. Сам же работник не перечисляет ничего. Для работодателя это самый невыгодный вариант. Никаких налоговых преференций он не получает. Индивидуальная. Пенсионные взносы зачисляются на открытый индивидуальный счет работника. Финансирование пенсии также происходит за счет работодателя. Этот вид пенсии выгоднее солидарной схемы с точки зрения налогообложения. Наконец, паритетная система. Когда пенсионные взносы перечисляет и работодатель, и сам работник. Компания ведет раздельный учет пенсионных взносов, уплаченных ею и участниками-вкладчиками. В свою очередь НПФ инвестирует полученные средства с целью получения дохода. Работник сам выбирает одну из схем или вариант схемы. Они отличаются размерами ежемесячных взносов и условиями передачи пенсионных сбережений по наследству. Как правило, финансирование за счет работника и за счет стресс работодателя происходит в соотношении 50 на 50. Например, в РЖД действуют следующие пенсионные схемы. 1. Страховой вариант пенсионной схемы. Наследование при ней не предусмотрено. Размер процента отчислений из заработной платы определяется в зависимости от возраста. Например, женщины 35 лет и старше делают отчисления в размере 7,7 от зарплаты. Мужчины 45 лет и старше 4,2. 2. Второй вариант пенсионной схемы. Сберегательно-страховой. При нем предусмотрено наследование средств, сформированных только за счет личных взносов. Женщины 35 лет и старше делают отчисления в размере 4,9% от зарплаты. Мужчины 45 лет и старше 5%. Возможно наследование до выхода на пенсию. 3. Третий вариант, при котором предусмотрено наследование всей суммы средств личных и корпоративных взносов. Женщины 35 лет и старше делают отчисления в размере 5,1% от зарплаты. Мужчины 45 лет и старше – 5,8%. Возможно наследование до выхода на пенсию. Изменить пенсионную схему или ее вариант работник может раз в год до назначения пенсии. В РЖД существует два вида корпоративных пенсий – по старости и в связи с наступлением инвалидности первой или второй группы. Вступить в корпоративную пенсионную систему легко. Работнику достаточно оформить необходимые бумаги в отделе кадров. Чем раньше вступить в пенсионную систему, тем больше средств на пенсионном счете будет накоплено. 4. Существуют ли налоговые преференции для работодателя? Если компания перечисляет деньги не на солидарный счет, то она экономит на налоги на прибыль 20% и страховых взносов – 30%. Но для того, чтобы признать расходы на пенсионные взносы, нужно не превысить лимит – 12% от фонда оплаты труда. Какие плюсы и минусы есть у корпоративной пенсии? Размер дополнительного дохода зависит от выбранной программы и размера зарплаты работника. Чем выше зарплата, тем больше денег перечисляет и работодатель. В крупных компаниях средний размер такой надбавки сопоставим с размером государственной пенсии, а подчас бывает и выше. Поэтому работники держатся за свои рабочие места. К тому же корпоративные пенсии выплачиваются раньше, чем государственные. К минусам можно отнести нестабильность работы самих НПФ и, соответственно, снижение доходности. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему. И юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе – будь с РосКо.